Девушки отдыхают Добрый день, да, можно немножечко поближе к себе микрофон, если вам удобно. Для Дмитрия Осипова, кстати говоря, это дебют, он в нашей студии впервые. Приветствую, мы надеемся видеть вас чаще. И сегодня у нас две задачи. Во-первых, познакомить слушателей с вами как со специалистом, и во-вторых, понять, какими ресурсами вы располагаете, чтобы решить те проблемы, которые волнуют горожан. Мы не случайно акцентируемся на этих вещах, поскольку в прошлый раз, надо напомнить, что конкурс на должность главы администрации проходит повторно. Некоторые депутаты городской думы говорили, что хотели бы больше ясности в вопросах программы развития города, как вы ее видите, и той команды, которая вам будет помогать. И представляем еще одного гостя нашей студии, это как раз один из членов команды, как я понимаю, да, Аслан Рзаев, заместитель главы администрации Кирова. Аслан Алманович курирует вопросы муниципальной собственности, инвестиционной политики города. Много еще вопросов. Аслан Алманович, добрый день. Добрый день. Все горожане знают, что сейчас в городе сложилась непростая ситуация, много нерешенных проблем. Соответственно, уделять решению какой-то из одной проблемы, да, вопрос в большей или меньшей степени, наверное, на сегодняшний день нецелесообразно. Нужно эти проблемы решать в комплексе. Это первое, чем мы планируем заниматься. Что в первую очередь мы должны отметить? Что главное, это, наверное, привлекательность городского пространства. В первую очередь для самих жителей является главным условием, при котором формируется положительный имидж города. Ну, чтобы вот этот имидж сформировать городно, наверное, надо нам приступить к формированию самого городского пространства, плюс инженерной инфраструктуры. Мы должны вникать во все детали городских проблем. А проблем достаточно много. Первое, наверное, это проблема развития транспортной инфраструктуры, то есть транспортной доступности тех или иных объектов. На сегодняшний день мы все знаем, что существуют проблемы нерешенные с такими улицами, как улица Сурикова. Это направление от улицы Некрасова до улицы Комсомольской. То есть здесь необходимо сделать капитальный ремонт, эту улицу сделать. Мы видим перспективы строительства этой улицы на 2021 год. Также у нас есть проблема по улице Солнечной, от улицы Воровского до улицы Производственной. У нас есть проблемы с строительством улицы Стахановской, улицы Крупской. И таких улиц я могу перечислять. Но это мы говорим о крупных объектах транспортной инфраструктуры. Но ведь кроме этого есть небольшие улочки, небольшие объекты, скажем так, на окраине нашего города. И для многих жителей это тоже одна из первоочередных задач, которую мы должны решать. Поэтому будем идти, как говорится, от крупного к малому. Но так или иначе мы все проблемы, которые есть сейчас с транспортной инфраструктурой, ревизируем, оцифруем и будем двигаться в этом направлении, если говорить по транспортной инфраструктуре. То есть про транспортную инфраструктуру вы когда говорите, вы сейчас акцентируетесь на дорожной ее части, так скажем, да, как раз? Не на общественном транспорте. На магистральной. Нет, смотрите, есть несколько направлений развития транспортной инфраструктуры. Это вот только часть, о чем я сейчас говорил. Есть еще, если мы говорим о развитии в целом, то есть направления, которые сейчас только в проработке. Мы говорим, например, о тоннель на Авиатском районе. О, это очень больная тема. Да, Транссибирской магистралью. Вы знаете, работа в этом направлении совместно с правительством Кировской области, она ведется. Как бы, да, там есть, готовится сейчас предпроект. И я думаю, что так или иначе мы этот вопрос завершим. Как бы, да, по срокам сейчас сложно говорить, но он будет все равно реализован. Ну, хотя бы приступили. Да, да, вот уже приступили. Дальше мы говорим о чем? О том, что необходимо, наверное, строительство путепровода, который бы через улицу Пугачева прошел над Транссибом, вышел вот туда, в сторону улицы Потребко-Операции. Таким образом, вот тот переезд, который сейчас связывает улицу Пугачева и Потребко-Операции, да, чтобы он уже как не мешал транспортной доступности. Есть все равно мысли о продлении улицы Калинина, как бы дальше тоже через путепровод. Таким образом, мы какие-то транспортные потоки разгрузим, потому что все равно одна из проблем города, да, это загруженность его, да, уже загруженность транспортных потоков. Вот эти вещи, они позволят транспортные потоки несколько разгрузить. Дальше мы говорим об общественном транспорте. Наверное, как бы, да, там, основная задача сделать общественный транспорт более доступным, я имею в виду, с точки зрения доступности до любой точки муниципального образования. Чтобы можно было доехать. Конечно, потому что муниципальное образование, оно не ограничивается у нас там, да, вот там, например, центром Кирова, улицы Профсоюзной, как бы, да. Мы хотим, чтобы люди ездили и в Победилово, там, и в село Русское, и ездили на хороших автобусах, на качественных, с возможностью любых способов оплаты, вот. И одна из задач тоже организовать такую компанию, которая смогла бы вот эти все услуги населению предоставлять. То есть вот та самая единая транспортная компания, о которой речь идет уже на протяжении... Или что-то иного времени, что-то муниципальное, что-то. Нет, давайте так говорить, что единая транспортная компания, действительно, это тот проект, который у всех на слуху. Сейчас совместно с правительственной областью мы думаем над его реализацией. А больше скажу, мы такую задачу перед собой ставим, а если мы такую задачу перед собой ставим, значит, мы ее реализуем. Да, потому что мы привыкли всегда все задачи, которые перед собой ставим, реализовывать. Дальше мы говорим о благоустройстве городского пространства, да. Это тоже очень важная составляющая. Но это первое, что в глаза бросается. Да, да. И жителям мы приезжаем. Да, всего городского облика. Поэтому есть планы по реконструкции четырех парков. Один из них – это парк имени Кирова. То есть это основной, на мой взгляд, парк города. И, скажем так, это основная наша проблема там, да, муниципального образования. Когда сейчас мы видим, что неблагоустроенные дорожки, да, когда мы видим, что, ну, сами тротуары по себе не соответствуют тому, что мы хотели бы видеть. Там, да, пруд у нас неблагоустроен. Лестницы, да, там есть местами разбитые. Да, местами разбитые. Но он в целом подзарос, и нет комплексного такого, какой-то комплексной картины, да, чтобы он выглядел как единое целое. Смотрите, подзарос у нас в рамках содержания этот парк. Подрядчик убирает, траву косит, с мусором борется. То есть те обязанности, которые ему поручен, он выполняет там, да, в рамках муниципального контракта. Но есть глобальные вопросы, которые не решить именно с содержанием, да, поэтому сейчас в течение года этого мы составим проекты. Проект на следующем году выделим с бюджетом муниципального образования деньги, либо в рамках комфортной городской среды, причем федеральные деньги. Сейчас тоже с этим вопросом разбираемся. И все равно займемся благоустройством прежде всего этого парка. Ну, других парков и сферов. Почему? Потому что, ну, все-таки основная мысль, как бы, да, такая, вот улучшить качество жизни горожан. Вот если глобально, вот каждый мы с вами имеем сейчас определенное качество жизни, да. Задача, что улучшить его. Для всех горожан вот это улучшение жизни, оно разное. Для молодой семьи это покупка новой квартиры, да, либо получение в рамках муниципальной программы. Или желательно, чтобы рядом был парк. Вот, вот смотрите, это уже проблема, скажем так, общая, да. Вот как наличие рядом школы, как наличие рядом поликлиники, как наличие рядом детского сада, детской площадки, все. Но смотрите, ведь мы медленно, но верно в этом направлении двигаемся. Вот посмотрите, как благоустроен сейчас Кочеровский парк. Давайте посмотрим, что было 20 лет назад. Мы видим это там заросшее действительно кустарником пространство. Сейчас парк обустроен. Здесь есть прекрасный бассейн, есть фитнес-центр чуть пониже на перекрестке улицы Волково и улицы Солнечной. Сейчас здесь оборудован современный торговый центр. Будет дальше проводиться благоустройство пространства вот здесь, перед этим торговым центром. Поэтому направление и работа в этом направлении ведется. Конечно, я бы хотел и буду добиваться чего? Чтобы каждая мама могла выйти и погулять с ребенком в парке, в сквере, в каком-то пространстве, которое там зеленое. Сейчас вот в рамках, опять же, проекта комфортной городской среды мы делаем тротуарные дорожки на улице Ломоносова в парковой зоне, на улице Производственной в парковой зоне, по пешеходной части Октябрьского проспекта. Это тоже возможность прогуляться с своими детьми, посидеть на лавочке инсионеров. Да, там не только дорожки появляются, лавочки есть. То есть это фактический сквер. Да, это фактический сквер, действительно. То есть вот эта проблема качества жизни, она уже сейчас решается. Но вы правильно говорите, есть проблемы, которые для каждого важны, а есть проблемы для каждого конкретного человека. Вот они у всех разные. И самое главное, чтобы вот каждого горожанина услышать с этой проблемой и сделать так, чтобы ее решить. Не все проблемы мы решим сразу, это я вам могу сказать честно, но каждой проблеме мы прислушаемся. Если мы понимаем, что у нас в центре не хватает детских садов и школ, значит, мы будем над этой ситуацией работать. Если мы понимаем, что у нас, например, не хватает детских садов и школ в районе Филейки, то, конечно, над этой ситуацией мы тоже будем работать. Так, благоустройство, транспортная инфраструктура, развитие транспортной сети. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся. Продолжаем дневной разворот в нашей студии Дмитрий Осипов и Аслан Розаев. Мы остановились на тех задачах, которые Дмитрий Осипов, как один из кандидатов на пост главы администрации, для себя видит. Уже перечислили благоустройство города, озеленение, зеленые зоны, транспортная инфраструктура и в части дорожного строительства и ремонтов, и в части развития транспортной сети. Вы перед нашим перерывом начали говорить про социальную сферу, это детские сады. Я бы еще закончил одной проблемой, если мы говорим о инфраструктуре, когда это ливневая канализация. Это первый момент. Наболевший вопрос. Это вопрос очень наболевший, как и вопрос наболевший комплексного ремонта, я бы так сказал, как уличной дорожной сети, так и тротуаров. Но давайте сначала к ливневке вернемся. На сегодняшний день в городе 64 километра ливневой канализации. Мы сейчас проводим ревизию этой ливневой канализации. У меня есть данные, что только часть ливневой канализации работает эффективно. Вот на набережной Грина у нас была ситуация, я бы назвал ее близкой к катастрофе. Вы выезжали туда, по-моему, даже. Да, я туда выезжал с подрядной организацией, и задачи были поставлены. Первое, что нужно было сделать, это почистить ливневую канализацию. Эта задача была выполнена. Смотрим, как будет вот эта ливневая канализация пропускать дебет воды. Если она будет справляться с этим дебетом, то, соответственно, проблема будет частично у нас решена. Потому что есть проблемы по лестничным маршам, которые нужно тоже приводить в соответствие. Этим тоже мы будем заниматься сейчас. Но я вернусь к своей мысли. Мы говорим о том, что если у нас работает порядка 30% сейчас ливневой канализации, то, сделав ревизию этой ливневой канализации, мы вполне возможно частично проблему решим. Но дальше говорим о комплексе мероприятий, которые позволили бы улучшить транспортную инфраструктуру. В свое время немножко упустили мы эту ситуацию. Надо в этом плане работать. А что делать? Значит, не только ремонтировать или делать капитальный ремонт дороги, но и сразу благоустраивать тротуары, сразу заниматься ливневой канализацией. Вот когда в комплексе мы это будем делать, тогда мы комплекс на проблемы решим. Можно будет как-то согласовывать эти работы, например, с застройщиками? Да, потому что сейчас все равно строят прям целыми микрорайонами. Там, где идет у нас новое строительство, вот как, например, на улице Торфиной, там мы уже в комплексе как раз и подходим к решению проблемы. То есть мы делаем дорожное полотно, мы делаем тротуары, мы делаем освещение. То есть полностью комплекс работы, ливневую канализацию, полностью комплекс работ завершаем. Мы сейчас в большей степени говорим о тех пространствах, которые действительно старые районы города. Здесь есть определенные сложности, но наша задача такая, чтобы с этими сложностями бороться. Для этого мы и нужны, скажем так, как муниципальные служащие. Если идти дальше, да, к социальной сфере, обратиться, да, все знаем, что есть потребность. Есть потребность в детских садах и школах на сегодня. И она не прекращается. Да, она не прекращается. Вот правильно, говорите. Вот это здорово, к счастью, потому что... Почему существует такая потребность? Потому что мы растим новое поколение. У нас все больше и больше семей, где 2-3 детей воспитывают наших горожаней. И каждому надо место в детском саде и в школе потом. И каждому надо место в детском саду. Поэтому у нас и есть сейчас потребность в 11 школах, в 12 детских садах. Ясно, что постоянно мы участвуем в различных муниципальных, в немуниципальных, в различных федеральных программах, которые позволяют нам эти детские сады строить. Потому что только с привлечением дополнительных инвестиций из федерации, как бы, да, совместно с регионом, мы глобально можем решить этот вопрос. Дальше, одно из тоже наболевших тем для горожан – это переселение из аварийного жилья. Тема такая, я скажу, непопулярная с одной стороны, а с другой стороны, с этой темой мы тоже должны работать. И я там в дальнейшем могу рассказать о том, что на сегодняшний день делается в этом направлении. Как бы сейчас вот мы просто такие... Да, мы сейчас обозначаем, просто точки ставим. Да, точки ставим. То есть мы сейчас сказали тоже в рамках инфраструктуры, это ливневая канализация. Мы сказали о том, что необходимо строить школы, необходимо строить детские сады, необходимо граждан переселять из аварийного жилья. У нас есть ещё нерешённые точечные проблемы. Полигон в Костино, который у нас складировался многие годы, там я сказал, десятки лет мусор, который нужно утилизировать. Есть другие проблемы. Они точечные. Поэтому вот когда мы, видя эти проблемы, ставим перед собой задачи их решить и намечаем, как это сделать, тогда мы точно придём к решению. Поэтому вот если немножко подытожить, да, то основные задачи в первую очередь вижу там улучшение работы городского хозяйства, привлечение дополнительных ресурсов в бюджет города и, конечно, оптимизации расходов. Ещё очень важно, да, это повысить качество управления муниципальной собственностью. Тоже один из вопросов, который долгие годы не решался. И вот с приходом Аслана Алмановича, да, ну вот стал этот вопрос решаться в комплексе. А проблем много. Скажу так, последние 20 лет мы, наверное, только тем и занимались, что продавали муниципальную собственность. Да, таким образом наполняя бюджет. Ну, это только один из способов, да, как его наполнить. Но, наверное, в моём понимании не самый эффективный. Муниципальная собственность не бесконечна. Вот правильно вы говорите. И действительно, она уже практически закончилась. Да, у нас есть сейчас ряд предприятий, которые используют эту собственность и приносят нам доходы к бюджету. Конечно, основная задача сделать такие предприятия эффективными, чтобы они зарабатывали денежки в бюджет, несли нам доход. Вот одна из задач вот такая. Так, у нас остаётся до перерыва на рекламу ещё пять минут. И давайте тогда, ну вот мы обязательно, конечно, про муниципальную собственность с Асланом Алмановичем поговорим. Я прошу прощения, что ему приходится ждать, да. Мы просто, Дмитрий Валерьевич, ещё хотели вас спросить по поводу реализации национальных проектов. Их два. Это безопасные и качественные автомобильные дороги и формирование комфортной городской среды. Немножечко вы уже на этом останавливались, да. Но, во-первых, значит, по дорогам. В этом году мы отмечали уже в нашей студии, да, ремонты начались достаточно рано. Я так понимаю, что это была проведена такая большая работа, потому что бы конкурсы отыграть заранее, понимая, что летний сезон короткий и успеть сделать побольше. Вы правы. Да, 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 всё верно. Всё верно. Действительно, есть два фактора, которые повлияли на ситуацию. Первый и главный. Действительно, конкурсы состоялись, и практически к первому апреля мы вот этот процесс контрактования завершили. Соответственно, у наших подрядчиков, которые выиграли эти конкурсы, появилась возможность уже работать над закупкой материалов, уже чётко и ясно прогнозировать и понимать, строить планы на строительный сезон. У нас два подрядчика выиграли конкурсы. Это Кировское областное государственное предприятие «Вятавтодор» и акционерное общество «Городорморстрой». Оба наши. Ну, по факту, да. Ну, в смысле, кировские. Да, это надёжные предприятия. Кировские надёжные предприятия. Те предприятия, которые, мы уверены, сделают работы, и сделают работы качественно. А если даже... А если вдруг что-то не так, то мы всегда знаем, где найти. Правильно. То мы с них всегда спросим. Вот раз мы говорим о спросе, немножко уйдём от темы, сейчас я быстренько скажу. У нас 199 объектов с 2016 года было сдано в городе. Из этих объектов 110 объектов сейчас требуют устранения дефектов. Соответственно, всем подрядчикам уже выписаны предписания по этому поводу. По гарантии. По гарантии, конечно, по гарантии. И мы должны к концу мая месяца увидеть уже выполненными эти гарантийные обязательства. Понятно, что есть подрядчики, которые, ну, там, в силу определённых причин отказываются от выполнения своих гарантийных обязательств. Либо, там, мы не можем сейчас найти и выяснить, где эти подрядчики. Но мы найдём тех учредителей, которые образовывали эти юридические лица, и передаем тогда СКВ требования к ним. Сейчас все требования в арбитражном суде и в отношении вот этих юридических лиц всё равно будет производство возбуждено. И будем решать таким образом этот вопрос. Возвращаемся к безопасным качественным дорогам. Значит, стоимость работы на сегодняшний день, которая предусмотрена контрактами, это 1 миллиард 140 миллионов рублей. У нас запланировано к сдаче 62 объекта. Так вот, на сегодняшний день у нас уже 8 объектов сданы. По 26 объектам ведутся работы. Поэтому динамика хорошая. То есть половина уже в работе, а часть даже уже сделана. Да, половина уже в работе, часть объектов уже сделана. И понимая, что темпы работы, которые есть сейчас, мы сохраним, соответственно, и результат мы должны получить раньше, чем мы его ожидали в начале года. Ура, водители поездят по хорошим дорогам до того, как выпадет снег. Ну, давайте так, уже наши автолюбители это ощутили. Давайте возьмем улицу Производственную, давайте возьмем улицу Дзержинского. Это основные транспортные артерии, которые проходят через весь наш город и связывают его части. По этим артериям идет транспортный поток в другие регионы. Это в каком-то смысле наше лицо. Ну, вот дорожное лицо города. Ворота города это называется, да. Ну, ворота с одной стороны, выход с другой стороны, а все остальное, что между ними, это вот красивая дорога должна быть. Так вот, уже выравнивающий слой и по первому объекту, и по второму уже уложен. То есть, уже никакой ямочности на этих объектах нет. Сейчас будем укладывать второй слой, слой износа. На Производственную-то, конечно, страшно было весной, даже заглядывать на машине, там такие были ямы. Ситуация совершенно изменилась. Сейчас изменилась, правда, да. И мы же понимаем, что, опять же, и каждая маленькая улочка важна для тех жителей, которые там живут. И требования у нас одинаковые, что к большим улицам, что к маленьким. Поэтому я сам выезжал на приемку, да, вот по улице Ульяновская от проспекта Строителей, там между домами 21-23 ездили на приемку, видели качество выполненных работ. Вот в поселок Костино на улицу Победы, там, да, выезжали на Динамовский проезд, сделали 4-й Северный переулок, это направление Филейскому кладбищу. Сделали уже объекты в Новятском районе, в поселке Дороничи. То есть, работы идут. Работы идут и будут там продолжаться, независимо ни от каких обстоятельств. То есть, вот в этом плане очень радуюсь я за дорожную отрасль, потому что она меньше всего пострадала как раз вот от пандемии. Останавливать работы не пришлось. Привернемся до этого момента. Сделаем перерыв на рекламу и вернемся в студию. Программа «Дневной разворот» продолжается. Дмитрий Осипов, исполняющий обязанности главы администрации Кирова, и Аслан Розаев, заместитель главы администрации Кирова в нашей студии. Продолжаем наше знакомство, да. Мы обещали после 30-й минуты задать те вопросы, которые поступили к сегодняшнему эфиру через социальные сети. Я заранее прошу прощения у всех, кто написал эти вопросы, потому что, конечно, время эфира ограничено, и мы все задать не успеем. Сейчас зададим несколько, а на все остальные наши слушатели, как мы уже говорили, ответы получат от администрации. Ну вот задаю вопрос от Игоря Багина. Эта тема, кстати говоря, в нашем эфире тоже неоднократно поднималась. Игорь пишет следующее. Городские проекты Ильи Варламова и Максима Кацев в Кирове составили список проблем как раз. Одна из них – это проблема ограждений, ограждений так называемых желтых заборов, которые сейчас серые. С 2016 года количество пострадавших в ДТП в Кирове выросло на 25% с 865 до 1074 человек. И активисты направили в нашу администрацию буквально несколько дней назад, в течение последних двух недель, большое количество писем с просьбой убрать эти ограждения, которые только вредят и никак не помогают по-настоящему повысить безопасность дорожного движения с помощью островков безопасности. Это предлагается сделать сужение полос при поднятии пешеходных переходов. И как активисты отмечают, в Москве после того, как таким образом были реконструированы улицы, соответственно, водители снижали скорость, аварийность на этих участках опасных снизилась на 60%. Вот это тема с ограждениями дорожными, которые… И перенаправлением средств, да, с них на другие способы. Да, 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 которые постоянно требуют, ну, в том числе затрат каких-то на содержание, их жена там подкрашивать, где-то они гнуты, их надо выправлять. Я всё время вижу людей по весне, которые, значит, там их приводят в порядок. Это всё равно затраты город-администрации. Может быть, действительно их убрать? Проблема-то понятная. И, наверное, муссируется уже и в средствах массовой информации, в том числе не первый год. И я в этом плане солидарен с горожанами. Мы буквально вчера с начальником ГИБДД города Кирова встречались и в том числе обсуждали этот вопрос. Вот как будто в пику сегодняшнему вопросу. И я свои вопросы по этому поводу в том числе ему высказал. Конечно, основная наша задача, да, сделать дороги безопасными. Как для водителей, так и для пешеходов. Но при этом надо это делать с головой, с умом, используя различные средства, которые позволяют обезопасить как пешехода, так и автолюбителя во время дорожного движения. Поэтому мне не нравятся эти ограждения. Если бы я и делал их, то точно не в такой форме, в которой они существуют сейчас. Это же безликие серые конструкции. А мы говорим о чем? О том, что выйдя на улицу, мы должны радоваться красоте этого города. Ведь, о чем я всегда говорю, у нас прекрасный, отличный, хороший город. Вот если мы каждый, выходя из своего подъезда, будем радоваться тому, что мы в этом городе живем, это первое. А второе, делать что-то для этого города, сообща. Вот тогда мы получим один большой конкретный результат. И будем в этом результате жить. Как живут там другие города. Не буду их перечислять сейчас, но наша задача сделать таким городом, что когда люди сюда приезжают, они говорят, да, вот здесь вот с Гировой здорово. Он и зеленый, он и комфортный, он и удобный для движения. Поэтому мы этот вопрос без внимания не оставим. Мы по этому вопросу будем общаться. То есть на сегодняшний день вот те конструкции, которые размещены уже на уличной дорожной сети, я сказал, что больше размещать не будем. Так, подождите, а там, по-моему, в этом году были планы установить около трех километров вот таких новых ограждений. Все, что было в планах, уже установлено в этом году. Да, ага, понятно. Поэтому... С заборами быстро разбираются. То есть новых не будет. В этом году совсем быстро разбираются. Да, новых не будет, вот точно в таком формате. Мы же говорим о каких-то точных вещах, как бы, да, по безопасности дорожного движения. Там, где это приносит неудобства горожанам, как бы, да, и не влияет на безопасность дорожного движения. Будем конкретно по каждому перекрестку разбираться, проходить, смотреть и решать вопрос, что с ним делать. Но, поверьте, это тоже работа в рамках безопасности дорожного движения. Вот все эти барьерные ограждения были же установлены не просто так, а как раз... Да, я помню, нам говорили бы и про ГОСТ. Да, в том числе до сих пор ГОСТ существует. И эти все ограждения сделаны в рамках ГОСТа. Но, но... Хотя там, вроде, относились изменения и говорилось о том, что вместо этих ограждений могут быть какие-то иные формы. Правильно, мы сейчас говорим о другом, что действительно будем искать иные формы обеспечить безопасность дорожного движения. То есть это один из таких самых простых способов взять все угородить. Ну, смотрите, правильно я понимаю, что в компетенциях администрации, в принципе, возможно демонтировать какие-то конструкции, если вы придете к выводу, что вот она здесь бесполезна на этом конкретном участке? Смотрите, за безопасность движения, ну, прежде всего отвечая от администрации города, как бы, да, но мы понимаем, что мы это делаем вместе с отделом ГИБДД. Да, то есть мы любую расстановку знаков согласовываем с отделом ГИБДД, любую разметку согласовываем с отделом ГИБДД. Поэтому это совместная работа. Понимаете ведь, и отдел ГИБДД, прежде всего, в чем заинтересован? В снижении аварийности на дорогах, как бы, да, мы в этом же заинтересованы. Поэтому я и говорю, что будем искать новые способы. Вот здесь простые варианты, а есть сложные. Вот мы от простых будем переходить к сложным вариантам, но будем делать так, чтобы это пространство стало комфортным. Как скоро? Как скоро? Это вопрос хороший. Начнем уже в этом году какие-то решения принимать. Я говорю, первая встреча у нас уже состоялась, мы уже мнениями обменялись по этому вопросу, и дальше уже будем вырабатывать какой-то план и решать этот вопрос. Почему? Потому что, например, у нас был вариант, благоустройства при вокзальной площади. Тот вариант, который был, мы посмотрели, обсудили, он не устроил никого. Там тоже вот барьерное ограждение, вот такое же серое, некрасивое. Сейчас мы ищем другой вариант обустройства при вокзальной площади, чтобы было всем комфортно. Это же ворота нашего города. Вот это уж точно лицо, да. Да, это лицо города, мы выходим и видим, как бы, да, там, вот, все сразу у нас перед глазами. Поэтому сделать это пространство комфортным, красивым для восприятия, да, это тоже одна из задач. Поэтому вот мы двигаемся в это направление, дальше будем двигаться. К следующему вопросу. Да, как раз, кстати говоря, о красоте, да. Планируете ли вы настаивать на необходимости введения дизайн-кода в Кирове? Не просто настаивать, я на этом хочу, да. Мы в этом направлении уже начали двигаться. Вот, вместе с муниципальным предприятием, городская реклама, вместе с пресс-службой города, работы и задания дано уже по этому вопросу. Мне очень нравится наш герб. Мне очень нравится наш город. Я, когда жил в городе Екатеринбург, там, да, или Пермь, я приезжал в наш город и наслаждался. Поэтому, как сделать и сформировать имидж, подготовить QR-код города, это задача, которая требует решения. Решим мы ее, там, в ближайшее время, в ближайшие пару месяцев, и будем уже как раз работать над формированием единого городского пространства, единого стиля. Если, знаете, сразу к другой, наверное, проблеме, которая у нас существует. Вот мы сейчас с фондом капитального ремонта общаемся, да, у нас будет все равно плановый ремонт фасадов. Да, понятно, что это будет в том числе и в центре города. Почему? Потому что там фасады в ненадлежащем состоянии, это историческая часть города и все. И мы видим, что на первых этажах сейчас у нас открылось много магазинов разных там. Разный стиль, залезают на второй этаж. Ну, в большей части этот вопрос требует урегулирования, в том числе с владельцами этих торговых точек. Вот тоже одна из задач, которая будет стоять при ремонте этих фасадов, вот этот вопрос отрегулировать. Сделать все в едином, комфортном стиле для восприятия. Надеюсь, ответил? Да, у меня просто был вопрос, я вспомнила про то, что на дизайн-код и разработку его планировалось же выделить средства в этом году. Потом их перенаправили на окна. В итоге, да, вынуждены были перенаправить их как раз на ремонт школ, вот на ремонт окон в школах. Но об этом мы попозже немножечко поговорим, уже, наверное, во втором блоке, да. Я так понимаю, что когда работа все-таки будет более масштабной, то к этому вопросу вернуться, да, со средствами как раз на разработку. Да, но мы же планируем обойтись небольшими средствами. Небольшими средствами, то есть теми средствами, которые позволят нам решить вопрос сейчас. Можно ли привлечь к этому людей, кто готов за небольшие деньги внести какой-то свой посильный вклад? Конечно, мы этим и занимаемся, мы и говорим о том, что люди должны быть вовлечены в этот процесс. Ведь каждого человека, который для этого города что-то сделает, там, сейчас или в будущем, потомки-то вспомнят добрым словом, а те, кто ничего для этого города не делает или хуже, как бы, да, этот город портит, ломает, наоборот, вспомнят другим словом. Ну, смотрите, у нас же все равно есть очень много, к счастью, активистов, тех, кто занимается, там, погружен в вопросы велоинфраструктуры, там, с теми же самыми заборами, с безопасностью дорожного движения. Возможно, есть смысл где-то там все вместе собираться, да? Есть ребята-студенты в Вятском государственном университете, для которых там работа какая-то, например, совместная с кем-то, даже с профессионалами над каким-то проектом. Это, ну, такой способ заслужить плюсик там, да, в какое-то свое студенческое еще резюме. То есть их тоже можно привлекать? Да, нужно привлекать, и в этом вопросе администрация города открыта, и я думаю, что больше того, наверное, не наверное, а скажу точно, что будем таких людей привлекать и дальше, и с вузами работать. То есть они могут выходить напрямую к вам, со своими какими-то предложениями, мыслями? Конечно, напрямую могут выходить ко мне, со всеми предложениями и мыслями. Так, у нас остается полторы минуты до конца эфира. Подожди, мы во втором часе оставляем гостей, правильно? Мы оставляем гостей во втором часе, мы с ними будем беседовать. И начнем мы, наверное, все-таки как раз со Слана Розаева. У нас есть три задачи, о которых мы хотим поговорить. Да, это сфера обеспечивающая жизнедеятельность нашего города, да, это ЖКХ, свет, вода, тепло, это эффективная работа по управлению муниципальным имуществом, просто я сейчас анонсирую, с чего мы начнем второй час, да, и это центральный рынок, то есть это такой вот прям огромный, да, пласт, которому надо приложить усилия. Напомню, в студии нашей Аслан Розаев, заместитель главы администрации города Кирова, и Дмитрий Иосипов, исполняющий обязанности главы администрации Кирова, сейчас сделаем перерыв на тематические программы и рекламу, и вернемся в 12.06. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова